Всем привет! Обзор смартфона Samsung Galaxy A02s, версия на 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти в синем цвете, модель A025F. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке. Открываем коробку, смотрим на комплектацию. Так, тут конверт. В конверте у нас документация к устройству. Дальше сам смартфончик, нетранспортировочная пленка. Тут вынесена некоторая информация, тройная камера, 5000 ммч с батарейкой и 8-ми ядерный процессор. Дальше адаптер питания и кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядке. Есть еще место для наушников, возможно в некоторых странах, в некоторых комплектациях будут эти наушники. И конечно же скрепочка для сим-слота. Закрываем. Теперь я сама у смартфончике. Сделан из пластика. Выглядит неплохо. Хороший, практичный материал, не глянец. Устойчив к разводам от пальцев, физическим повреждениям, царапинам, всяким сколам. То есть на таком материале они будут менее заметны, чем на глянцевом пластике. Как они до этого постоянно делали свои смартфоны. Даже самая бюджетная, там пластик был еще не особо хорошего качества и постоянно были проблемы с этим глянцевым пластиком. В общем очень быстро затирался, засрапывался и выглядел не очень, особенно на темных, таких темно-синих смартфонах или черных. Блок камеры. Тройная камера вспышка на задней части, находится тут лого. На передней части 6,5 дюйма дисплей, фронтальная камера сверху посередине и разговорный динамик над фронтальной камерой. Справа кнопка включения кнопки игровки громкости. Слева слот. Снизу порт USB Type-C, динамик, микрофон и джек для наушников. На верхней части дополнительный микрофон. Так, хорошо. Назову вам габариты смартфона. Так, высоту 164 мм, ширина 75 мм, толщина 9,1 мм, то есть чуть меньше сантиметра и вес 196 граммов. 5000 мАч батарейка. Так, и давайте теперь откроем слот. Так, открываем слот. Слот у нас полноценный на 2 наносим карточки и микро-SD карточку для расширения памяти. Так. Вот микро-SD карточка поддерживается до терабайта. То есть, в принципе, любой объем сюда можно поставить. Включаем устройство. Оценим скорость включения. Ждем пока включится. Долго будет включаться. Долго не включаются. Все самсунги. Вот перед этим на обзоре был А12. Там он тоже долго включается. Но сама система, сам смартфон работает нормально. Так. Сблокировался. Включился. Дисплей. Дисплей PLS. 1600 на 720 точек. Это HD+. Разрешение. Переходим в настройки. Сведение о телефоне. Сведение о программном обеспечении. One UI Core 2.5. Android 10. То есть, такая же версия, как на Galaxy A12 стоит. Дисплейчик сделаем повыше яркость. И перейдем в синтетический Тест Geekbench 5. Процессор нашего устройства Snapdragon 450. Это такой же процессор, как стоит на Galaxy A11. Видео с критерой на 506. Вот здесь PPP и разрешение. Запустим тест процессора. Увидите уже сам результат. Так, результат теста процессора. Одноядерный и мультиядерный тест. Небольшой результат. Хорошо. Закрываем. И переходим к Antutu Benchmark. Запускаем тест. Увидите уже сам результат. Результат теста на Antutu Benchmark 97000. Так. Смотрим рейтинг. В рейтинг мы, конечно же, не попадаем в топ 100. Мы набираем в два раза меньше, чем нужно для того, чтобы попадать в топ 100 мощнейших устройств. Ну, тут немножко упростили для нас рейтинг. Да, вот показали Redmi 8, тебя набирает 106 тысяч. Но на самом деле там 180 тысяч нужно набирать минимум, чтобы попадать в топ 100. Если нормальный рейтинг брать. Хорошо. Теперь идем в тяжелую игрушку GTA San Andreas. Смотрим, как она работает на устройстве на максимальных настройках графики. Запускаем. Так. Отлично работает. Вообще не тормозит, не лагает. В принципе достойный геймплей в GTA San Andreas. Это отлично. Обычно вот на железе от Qualcomm GTA San Andreas очень хорошо оптимизирован под эти железо, под Adreno. И работает отлично. На высокой графике, с отличной плавностью. Хорошо. Теперь покажу вам примеры снегов на основную тройную камеру этого устройства. Тройная камера здесь 13,2,2 мегапикселя. Выведу снеги на экран, сможете сейчас оценить их качество. Что касается автономности, смартфон продержится где-то полтора-два дня от одного заряда батарейки. Тут 5000 мАч, при том, что дисплейчик всего лишь HD, не требовательный процессор. Поэтому автономность тут очень и очень приличная. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Калмакси Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok